А здесь сидит Терминатор тоже. Т-1000, а это Шварценеггер сам непосредственно. 2ХП представляет. Соло, мои всем, друзья. С вами 2ХП, и мы продолжаем играть в People Playground. Продолжаем нашу рубрику «Очумелые постройки». На экране у меня сейчас с прошлого видоса вот эти два кровавых колеса. Если ты не видел, вот тебе подсказка. Обязательно пройди, посмотри. Очень-очень кровавый выпуск получился. Вот здесь все это лежит. Это все. Оттуда там всякие сковородки, распятие. И вот эта чушь. В смысле чушь, это просто чума. Хотел сказать чума, а сказал чушь. Да, и у нас сегодня... Давайте я все это удалю. У нас сегодня есть еще пару интересных постройчик. Давайте же посмотрим. Так, первая постройка, на которую я хотел сегодня посмотреть, это Т-62 Power Armor. Вот такой вот робот. Точнее, это броня. Экзоскелет, вот, точно. Экзоскелет. Я когда на него смотрю, у меня сразу Fallout 4 вспоминается. Давайте возьмем чела. Сейчас поместим, разместим нашего чела пипла там внутри. И посмотрим, на что он вообще способен. Что он способен выдержать и тому подобное. Давайте, откроем его, наверное. Вот эта кнопка. Да, тушь, ну она прям, она прям очень годно смотрится. Так, ну давай. Вам приглашение особое нужно, давай. Заходи. Что-то мне какой-то, дожди, большой чувак заспаунился. Дай-ка я. Вот! Вот этот миниатюрный, вот этот я понимаю. Гимнаст. Так, засовываем, засовываемся. Тихо, 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 тихо. Ну ударился, ну ударился. И все, сразу плакать. Ай. Нет, давай еще. Вот, нормальный. Давай-ка я вот так сделаю, да? Тихо, тихо, давай без травм. Вот. Молодец. Давай еще немножко вот сюда. В идеале, конечно, нужно, чтобы руки он туда просунул свои. Но это в идеале. У меня идеала нет. Закрываем. Все. В экзоскелет. Человек помещен в экзоскелет. Правда, что-то у меня тут отвалилось. И еще. Нет, что-то немножко не то. Дайте я заново сейчас сделаю. Что-то и чел как-то зашел криво. И отвалилось что-то от экзоскелета. Давай еще разок. Ф. Ф. Я сразу два заспамнил. Сейчас буду двоих людей туда запихивать. Ну и... Я думаю, в одном-то должно получиться это все дело нормально. Почему у меня EF не работает? Я что-то не пойму. А, вот там, где кнопка находится. Я понял. Вот же она. Так, давай, залезай. Ну вот ты у нас что-то тоже какой-то здоровый. Вот, давай, давай, давай. Потихоньку, потихоньку, давай. На замедленном режиме это все сделаем. Там когда закрываешь, кстати, его. Ага. Вот так давай я сделаю. Нет, не выпадай, пожалуйста. Так, это не получилось. Хорошо, давай с этим. Блин, не знаю, честно говоря, как это сделать. Поаккуратней, пограмотней. Но делаю как получается. Давай, закрывай, закрывай. Закрывай. Ну вот, вот ты должен провалиться туда. Так, ну хорошо. У нас, в принципе, вот этот получился. Давайте я вот этот тогда уберу. Первый тест у нас будет на огнестрел. Я возьму кременевый пистолет. И посмотрим, сколько выстрелов выдержит этот экзоскелет. И выдержит ли вообще. Кстати, хорошо, что отвалилась вот эта бочка. Потому что она взрывоопасна, насколько я знаю. Давай, три, два, один. Давайте куда-нибудь в район глаз выстрелим. Да ты что! Ты смотри, здесь прямо сталь. Ох, нет, там, видимо, было окошко. Я прострелил в это окошко. И теперь... Да, да, да. Видите, вот здесь вот есть пространство. Да и вот здесь где-то в него падает. Нет, смотри, экзоскелет на бронированность вообще не какущий. К сожалению, к сожалению. Ладно, 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 ладно. Для следующего испытания нам нужно сделать еще один. Давайте я еще немножко тут помучаюсь и попытаюсь еще одного чела засунуть туда. Мне, кстати, надо, чтобы вот он здесь стоял. Я, кстати, подумал, почему бы человека не заспаунить сразу вот внутри него. Как-нибудь вот так. И сразу закрыть. И это даже почти работает нормально. Хочу я вам сказать. Ты живой? Живой? Не ломай, не ломай мне человека, пожалуйста. Так, хорошо. Тогда вот это убираю. И для проверки у нас есть специальный грузовик. И называется он Ман. Где-то он здесь у меня есть. Вот он. Сейчас мы его прилично так разгоним. Где-нибудь вот отсюда. И он врежется в нас экзоскелет. И посмотрим, насколько он прочен. Давай, три. Деве. Один. Погнали. Давай я буду follow. I'm here to follow. Так, у меня замедляшки, да? Нет, не замедляшки. Включаем замедляшки. Опа. Как думаете, выживет или нет? Ну где он там, господи? Слишком сильный из-за медляшки. Lower arm. Окей. А здесь сидит терминатор тоже. Это Т-1000, а это Шварценеггер сам непосредственно. О, как это было громко. Мда. Экзоскелет испытания не выдержал. То есть, получается, у экзоскелета только визуальная составляющая классненькая. Он красивенький. Он создает ощущение, что он крепкий. Но ни врезание грузовика, ни просто выстрел из обычного кремниевого пистолета не спасает. Можно еще проверить что-нибудь? Я уже думал, танк, чтобы на него наехал. Но, блин, если он даже и от грузовика, то никак не может справиться. Ну окей, тогда хорошо. Убираем. А у нас есть танк. Очень классный танк. Мне он понравился визуально. Давайте посмотрим на него. Есть танк. И есть вот такая вот штука. Remote Control Tank No Mods. Это машинка на пульте управления. То есть, это танк на пульте управления маленький. Он очень классно смотрится. Получается, огромный танк против маленького танка. Я, правда, честно говоря, не знаю, как он работает. Я не пробовал еще. Сейчас будем разбираться. Возможно, у меня есть какое-то свое управление вот здесь. Так, да, он что-то нажал, он поехал. Так, G, G это ехать. Кей это останавливаться. Ага. У него, кстати, ружье. Нифига себе. Ну-ка, ну-ка. Вот это да. Ну-ка, поехали. А, мы еще и активируем сразу этот танк. Ну, хорошо. То, что у этого танка ехать, у этого танка активируется. Пушки. Ты смотри. Да мы просто взяли и сломали гусеницу огромному танку. Правда, мы и сами сломались тоже. Ну, а ничего страшного. Так, все, хватит. Хватит стрелять. Сейчас, могу я разбомбить? Да! Ты посмотри. Главное было попасть в определенное место, в нужное. И тогда... Все, все, и че... Ооо, а че с тобой случилось-то? Че-то я не усмотрел. Что-то я... Блин. Ну, ладно. Если бы, блин, наш чел остался, который управлял танком на радиоуправлении, остался бы живым, живым, то могли бы засчитать победу маленькому танку. А так все что-то... Все что-то сломались. Ну, окей. И последняя постройка на сегодня. У меня есть вот такая вот прикольная... Такой прикольный минивэн. Мне он просто чисто понравился, потому что он, ну, довольно такой весь симметричный и действительно похож именно на минивэн. И я бы, наверное, не знаю, столкнул бы просто две штуки друг с другом. Да вот, я заспавню сюда один минивэн, сюда другой минивэн. Оба запустим. И посмотрим, как это все дело получится. Давай вот сюда. Ай. Да, окей. Поехали. Поехали. Все, смотрим. Можно было бы, конечно, туда посадить... Было бы... А что, фоллоу нельзя, что ли? Но у меня с этим вечные проблемы. Я вечно как начинаю людей куда-то во что-то сажать. У меня вечно что-то ломается. Люди ломаются. Люди ломают постройки, в которых я пытаюсь сажать. Поэтому плохая идея. Просто столкнем два классненьких минивэна. Это, кстати, не замедленный режим. Это просто медленная тачка. Возможно, она настолько медленная, что она даже... Ой. Зачем я затормозил? Что они даже ничего друг друга и не сделают. Ну да, да. Здесь только фары. Собственно говоря, отлетели. Зачем здесь метрономы? Что они делают? Ай, вот надо было их... Так, я понял. Подожди, давай, давай садим. Так, да. Кто ж знал, кто ж знал, кто ж знал, кто ж знал. Вот один сюда. В принципе, даже вот этого расстояния будет достаточно. Давай я врублю. Вот. Давай, и второй. Что-то я забыл совсем про маленький генератор. Эй, что такое? Что за УБС тут? А, вот все. Ага, окей. Окей, окей, окей. О, вот это я понимаю. Вот это сейчас будет. Вот это сейчас будет столкновение. Давай. Очень, кстати, крепкий получился минивэн, я хочу тебе сказать. Обычно это не очень крепкая машина. Потому что не очень большая масса и... Разваливается только так. Но этот минивэн превзошел... Ой, как это все громко. Превзошел все наши ожидания и неожидания тоже. Вот те постройки, которые я хотел на сегодня. Так, это было, да? Да-да-да, это было в прошлой серии. Посмотреть. Да, в принципе, там Киборг еще остался, но я пока не придумал, что с ним делать. Вот. А, на этом пока все. Спасибо, что смотрели это видео. Если у вас есть какие-то постройки, обязательно напишите название. Обязательно посмотрим. Обязательно их обозрем. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте нравится. И до встречи в следующих видосах. Счастливо. Счастливо. А-а-а-а-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok